За годы независимого развития наша страна добилась больших успехов в защите прав и законных интересов женщин. Не менее значительное достижение и в сфере обеспечения их активного участия в общественно-политической и социально-экономической жизни республики. Необходимо прежде всего отметить осуществляемую в Узбекистане работу в области развития нормативно-правовой базы в данном направлении. За прошедшие годы принято и ратифицировано около ста национальных и международных правовых актов, направленных на защиту интересов женщин, укреплению их роли во всех сферах развития общества и государства. Особое значение уделяется образованию женщин, активизации их научной деятельности. В понедельник, 13 ноября, в Алмалыкском горно-металлургическом комбинате по инициативе консультативного совета АГМК по равным правам и возможностям для женщин и мужчин, а также руководству и совета профсоюза работников комбината, стартовала неделя развития женской науки и инноваций. Церемония открытия состоялась в зале алмалыкского филиала «Нитуми-Сис». В ней приняли участие представители Хакимията, консультативного совета АГМК по равным правам и возможностям для женщин и мужчин, информационная служба комбината, сотрудницы различных подразделений предприятия, а также профессорско-преподавательский состав и студентки «Нитуми-Сис». Как рассказали организаторы, в рамках недели, которая продлится до 18 ноября, будет проведен ряд тематических мероприятий. В частности, состоятся юридические консультации и мастер-класс для реализации целей молодых женщин-специалистов, желающих повысить свой научный потенциал в период трудовой деятельности. А также в рамках недели предусмотрена организация практических выставок ремесленников и предпринимателей других людей с уникальными способностями среди женщин, работающих по совместительству. Организация обучающего семинара с участием юриста, депутата законодательной палаты и психолога Шаира Исаковой по повышению общественно-политической активности женщин и политика гендерного равенства. Одним из первых мероприятий, согласно программе «Неделя развития женской науки и инноваций», стало изучение опыта работы женщин-преподавателей Алмалыкского филиала «Нитуми-Сис», вносящих достойный вклад в развитие промышленности и науки. Я Тимирбекова Барнохума Маратовна, заведующая кафедра автоматизации технологических процессов и производств. Занимаюсь исследовательской работой разработки методов и алгоритмов обеспечения достоверности измерительной информации в информационно-управляющих системах на основе облачных вычислений и искусственного интеллекта. В рамках этой исследовательской работы разрабатываю алгоритмы, методы для обеспечения достоверности измерительной информации. Форум нам, исследователям, женщинам, дает возможность более продвинуть свои работы для достижения больших уровней научно-исследовательских работ и дает возможность нашим студенткам, девочкам, тоже заниматься научными исследовательскими работами. Выполнять разные задания для защиты разных диссертаций, для повышения своих квалификаций, повысить уровень знаний. Этот форум у нас проводится впервые. Сегодняшнее мероприятие дает нам возможность интегрироваться именно наши теоретические знания с практическими, то есть интегрировать практическими знаниями. То есть мы можем в дальнейшем внедрить наши исследовательские работы на производственные процессы. На выставочных стендах были представлены дипломы патента на изобретение. Участницы рассказали о своей научной деятельности. Меня зовут Сенжапова Руслана Руслановна. Я являюсь доктором философии по филологическим наукам, PHD, ИО, дооценка, кафедры социально-гуманитарных дисциплин, амокского филиала НИТУМИСИС. И, соответственно, являюсь преподавателем английского языка. Целью моего исследования является когнитивное направление в лингвистике, а именно когнитивный принцип концептуальной интеграции в системе языка и дискурса. Целью нашего исследования является выявление языковых единиц, основанных на явлении концептуальной интеграции, а также выявление и анализ когнитивных механизмов, лежащих в основе данной теории. Результаты нашего исследования уже были внедрены в написание словарей, в написание учебников, учебных пособий. И огромное значение нашего исследования дает интерпретации художественного текста, художественного дискурса. То есть мы можем применить данные результаты как в написании научных статей, монографии, тезисов, также проведении лекций, семинаров, как для студентов филологического направления, так и для студентов нефилологического направления. Хочется выразить огромную благодарность организаторам данной недели, так как я думаю, что это огромная мотивация для женщин, для женщин, которые уже занимаются наукой. То есть это мотивация для продвижения дальше. Также думаю, что и те женщины, которые еще не успели начать, так скажем, свою научную деятельность, они также могут это сделать, глядя на других. Огромное хочется выразить благодарность АГМК в поддержке наших исследовательских работ, нашей деятельности, за мотивацию, за стимулирование. Я думаю, что заниматься наукой особенно трудно для женщин, особенно для тех, кто уже замужем, то есть имеются дети. Думаю, они стоят огромной похвалы. Я думаю, что это неоценимый труд, в частности в техническом направлении, это все, что связано с практикой. Я восхищаюсь женщинами, которые работают на комбинате и занимаются, да, то есть работают, имеют семью и занимаются одновременно научной деятельностью. Это действительно нелегкий труд, ведут какие-то научные изыскания. Я думаю, что уверена, что такие люди заслуживают, конечно, уважения и признания в обществе. А затем участников мероприятия во главе с заместителем Хакима Ташкентской области, начальником управления по вопросам семьи и женщин Зухрой Мергазеевой, пригласили в управление промышленного железнодорожного транспорта, где их ознакомили с трудовой деятельностью представительниц УПЖТ, а также с тепличным хозяйством и работами в рамках общенационального проекта «Яшил Макон». Участницы недели развития женской науки и инноваций на АГМК посадили деревья в будущем саду имени женщин-ученых. Продолжение следует...